Ну что ж, если у вас есть ко мне какие-то вопросы, я с удовольствием на них отвечу. У меня вопрос. Нередко мы называем людей не христианами или неверующими. И все-таки, кто попадает под эту категорию? Те, кто не посещает церковь вообще, или люди, не относящиеся к баптистской, евангельской или харизматической церквям? Ну что ж, хороший вопрос, я бы сказал, один из основополагающих для нашего курса. Кого конкретно я подразумеваю под неверующим или нехристианином? В своих рассуждениях я буду отталкиваться от собственного понимания того, кто, согласно Библии, может считаться настоящим христианином. Итак, для того, чтобы называться истинным христианином, мало таковым себя считать, мало просто регулярно посещать церковь. Подлинный христианин – это тот, кто имеет основанные на вере отношения со Христом. Другими словами, это человек, который всем сердцем уверовал в Иисуса Христа, его крестную смерть за грехи человечества и воскресенье, и который желает жить под водительством Христа, быть его последователем. А всякий, кто на деле принял Христа и решил следовать за Ним, скорее всего, регулярно посещает церковь. Хотя последнее само по себе не свидетельствует о принадлежности человека к христианской вере, равно как не свидетельствует об этом посещение общины какой-то конкретной конфессии – баптистской, пятидесятнической или католической. Все это не значит исповедовать христианство. Иисус сказал, «Должно тебе родиться свыше, чтобы наследовать Царство Небесное». Петр, проповедуя богобоязненным иудеям, призывал их покаяться и креститься. Вот почему я считаю, что определяющей в этом вопросе является личная вера в Иисуса Христа. Знаете, говорят, «Ночь, проведенная в гараже, не превращает тебя в автомобиль». Соответственно, и время, проведенное в церкви, не превращает тебя в христианина. Поэтому под неверующими я понимаю людей, у которых нет построенных на вере отношений со Христом, независимо от того, посещают они церковь или нет. Хотя, как правило, такие люди в церковь и не ходят. А если ходят, то не больше одного-двух раз в год. Таково мое понимание. Подчеркну еще раз, никакой динаминационной составляющей в моем определении христианина нет. Еще вопросы есть? Когда вы описывали третью модель основания церкви, вы перечислили ее многочисленные преимущества. Мой вопрос таков. Если у данной модели столько достоинств, почему мы не наблюдаем ее широкого применения? Речь идет об апостольской модели, правильно? И почему она так редко применяется? Мне кажется, что мы, представители западной культуры, даже не подозреваем, насколько эта модель распространена. Вы, должно быть, слышали о бурном росте церкви в Китае. По имеющимся подсчетам, в 50-х годах, когда к власти пришли коммунисты, в Китае было примерно 2 миллиона христиан. Сегодня в этой стране их насчитывается от 60 до 100 миллионов. И подавляющее их большинство собираются по домам, где общинами руководят недипломированные пасторы, как раз те, кого мы называем основателями-апостолами. Эта же модель организации церквей широко распространена и в Индии, как, впрочем, и во многих других регионах мира, где наблюдается активный рост церквей, что описано в книге Дэвида Гаррисона. Так, в Камбодже возникло и набрало силу целое движение по основанию церквей. Несколько первых общин дали толчок к развитию сотен других, которые возникли в течение довольно короткого периода времени, и опять-таки в результате использования апостольского подхода. Так что он куда популярнее, чем нам может показаться. В западном же мире, в книгах и на практике, популяризируется так называемая христианская модель. Другими словами, у нас есть государственная церковь. Подразумевается, что большая часть населения страны исповедует христианство, что это крещенные люди, которые относительно регулярно посещают храмы доминирующей конфессии, католические, православные, лютеранские, или, скажем, англиканские. Статус христианина и принадлежность к церкви приписываются как бы автоматически. Приходы есть, церковь уже существует, не хватает лишь пастора, который бы заботился о пастве. В этом его основная задача. И такая модель воспроизводится во всех новых церквях. Вот почему апостольский подход здесь не столь популярен. Ведь до недавнего времени считалось, что большая часть Европы исповедует христианство. Поэтому наша главная задача заботиться о христианах. Выражаясь библейски, «пасти стадо». А вот в нехристианском мире, в Азии, Латинской Америке, Африке, распространение получило как раз апостольская модель, поскольку христиан в этих регионах совсем немного. Вот такое объяснение я бы, пожалуй, предложил. Вместе с тем, сегодня мы все отчетливо понимаем, что даже в западной культуре, где по нашим представлениям христианство является доминирующей религией, общество становится постхристианским. Иначе говоря, многие люди указывают на свою культурную принадлежность к церкви, например, католической, и говорят, что посещают храм раз или два в год, но, по сути, многие остаются атеистами. Посмотрите, ценности в наши дни перестали быть христианскими. На этом основании современное общество и характеризуется как постхристианское. Раньше оно хотя бы строилось на ценностной системе христианства, определенном понимании брака, этики, интимных отношений и других базовых ценностей. Сегодня этот базис постепенно рушится. Церкви опустевают. Люди говорят, наши родители ходили в церковь, это их право, а нам-то зачем? Мы в Бога не верим. К чему поддерживать никому ненужную традицию? Так западное общество медленно, но верно уходит от основ христианства. И несмотря на то, что в Европе много красивых соборов, в Германии, например, церкви закрываются, а здания продаются, так как содержать их дорого. Недавно в одной из статей написали, что здания церкви приспосабливают под рестораны, торговые точки или общественные центры. Церкви больше не популярны. Вот и получается, что даже в западной культуре нужны миссионеры. Не стоит думать, что там почти все христиане, и что они знают и понимают Библию. Не стоит думать, что Европа сохранила даже основополагающие христианские ценности. Поэтому точно так же, как некогда миссионеры воспринимали Африку как место, где люди не слышали о Христе, в наши дни мы, вероятно, должны воспринимать Европу. Проповедовать Евангелие там следует так, будто его услышат впервые. Самой атеистической страной Европы сегодня называют Чехию, согласно опросам самого же населения этой страны. А ведь когда-то Чехия считалась христианской. Теперь задача миссии в Чехии требует пересмотра. Все это косвенно отвечает на вопрос, почему апостольский метод не применяется очень широко. Хотя причин этому целое множество. От пастора традиционно ожидается определенный уровень подготовки и семинарское образование. И в целом это неплохо. Я сам преподаю в семинарии. Просто нередко служитель заявляет, «Я что, просто так учился 3, 4, 5 лет? Платите мне зарплату». Я потратил время и силы, и заслуживаю материального поощрения. Редко кто скажет, «Хорошо, я буду работать и служить в церкви». Я готов создавать новую общину там, где это нужно. Я готов взяться, даже если не буду иметь гарантированной регулярной финансовой поддержки. Такое решение есть проявление посвященности и жертвенности. Образованные и дипломированные служители решаются на такое не всегда, а значит, апостольская модель исключается. Видите, как пространно я ответил на ваш вопрос, но все это было очень важно озвучить. Мы должны учиться у церкви во всемирном масштабе. В наше время христиане живут повсюду, и Церковь Христова приобретает все новые формы. Возникают движения домашних общин, новые своеобразные формы поклонения, новые методы благовестия. Христианам всего мира есть чему друг у друга поучиться. Так что, если раньше флагманом миссии был Запад, то есть именно западные миссионеры несли Евангелие языческим народностям Азии и Африки, то сегодня мы наблюдаем обратную картину. Азиатские и африканские христиане едут с миссией на Запад. Понятно, что опыт бывает разный, положительный, отрицательный, но все же это возможность друг у друга поучиться. Чему? Например, тому, как организовывать церкви, как готовить христиан к служению и многому другому. Еще вопросы есть? Доктор Отт, вы оперируете таким интересным понятием, как пригласить пастора. Для евангельского сообщества с советских времен это выражение звучало бы крайне необычно. Христианских образовательных центров тогда не было, появились они гораздо позже, а раньше пастор воспитывался в самой общине. Как вы думаете, как ситуация в этом вопросе будет развиваться в будущем, в общем мировом масштабе? Будем ли мы приглашать пасторов или взращивать их сами? Отличный вопрос, скажу я вам, который, к тому же, прямо связан с моим предыдущим ответом. В частности, с утверждением о том, что в представлении современного западного общества пастор — это дипломированный специалист и профессионал. Такой же, как, скажем, врач или юрист. Человек оканчивает школу, затем университет, получает определенное образование, далее, возможно, сдает какой-то квалификационный экзамен и приступает к работе. И эта модель стала привычной как в светском, так и в духовном образовании. В большинстве церквей, если не в каждой, обязательно есть дипломированный служитель. Еще раз повторю, это неплохо. Просто такое восприятие служения серьезно сужает его рамки. И, к сожалению, учитывая то, что вы сказали, в таких странах, как Россия, где в свое время все служители формировались в общинах, на местах, по причине отсутствия возможности получить образование где-то еще, уход от такой модели и смещение акцента на профессиональное обучение вызвало бы сожаление. Чаще всего пасторы действительно и работали, и служили. Других вариантов просто не было. Мне бы не очень хотелось, чтобы новый подход полностью вытеснил старый, потому что они имеют свои преимущества. Кстати, ваше видеосеминария, предоставляющее доступ к образовательным материалам высокого уровня, дабы дать христианам возможность учиться без отрыва от основной работы и семьи, служит прекрасным примером сочетания обеих вышеупомянутых моделей. Другими словами, да, обучение, но наряду с воспитанием, предупрежданием формированием собственных лидеров и служителей, дабы не приходилось искать их на стороне. Так что спасибо вам за то, что вы озвучили этот исключительно важный вопрос. Еще вопросы есть? Я благодарю вас за интерес к теме, особенно если учесть, что у церкви сейчас наблюдается некий переходный период. Тогда как в Средней Азии, например, возникают новые общины, уже существующие переосмысливают свои методы служения, пытаются понять, как доносить Евангелие до грядущих поколений, ищут какие-то новые способы организации церкви и новые форматы обучения служителей. Вы правильно отметили, в постсоветский период возник огромный интерес к христианскому образованию. Стали появляться библейские школы и колледжи, как новые, ранее недоступные формы обучения. Сегодня пора взять паузу и вновь осмыслить происходящее, насколько такой подход способствует развитию церкви и насколько тормозит его. Образовательный ресурс видеосеминарии Святой Троицы – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com Ищите нас в поисковых системах по запросу tvseminari.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok